Всем привет! В эфире Батва РФ. И сегодня я вам расскажу, как в таксометре отказаться от предложенной заявки, которая предложена в то же время, начата без потери активности. Как мы знаем, что когда назначается заказ, его нужно принимать, если ты не принимаешь, вам дают минус 7 к активности. Когда допускаетесь к нулю, спускаетесь, у вас получается, вас блокируют на час, потом на два, потом на четыре, потом на шесть, наверное. Ну вот у меня за два дня уже грозятся заблокировать на шесть часов. Долго думал и гадал, как же их победить, и я это дело придумал. Я уже это делал-дел, и у меня это дело получилось. Сейчас назначить заявку, если она меня не устроит, я вам покажу, как от нее отказаться без потери рейтинга. Даже был один случай, у меня был, отмена у меня была, да, но еще даже пришли к этому денежки. Но это уже получается про дальнюю подачу, да. Об этом я вам как-нибудь тоже потом расскажу, но в следующем выпуске, когда будет похоже. Смотрите, подача, она мне не нравится. Нет интернета. Что я сделал, да, и я отключил интернет, потому что мне не понравилась эта вот, скажем так, заявочка, это паровоз, они мне не нравятся. И нажал принять заказ. Если бы я пропустил, активность была бы у меня четыре. Активность у меня, напомним, была тридцать три. Сейчас нужно подождать буквально одну-две минутки, да, и потом снова включить интернет. Пока он грузится, я поставлю на паузу по времени, заметьте, 11.11 пока. Подождать я не знаю, сколько времени не засекал, да, но чем дольше, тем оно, как говорится, лучше получается, да. Вот прошла вот минуточка, давайте попробуем, что оно будет. Должно, должно сработать. Включаем интернет. Доступ в интернет возобновлен. Заказ отменен. Заказ отменен. Закрываем. Проверяем. Свободен, я на смене, проверяем. Вот еще одна, да, прилетела. Опять она. Отменяем. Нет интернета. И жмем кнопочку принять заказ. Какие настойчивые, да, но ничего страшного, я на этот заказ все равно не поеду. Рейтинг был, напомню, 33. Ждем. Ну, давайте проверим, что сейчас скажет опять. Подключаю интернет. Доступ в интернет возобновлен. Возобновлен. Вот он говорит, тариф грузится. Включаем задний ход ему. Заказ отменен. Так, как мы видим, да, я нахожусь опять на смене, да, меня не заблокировали. Проверяем активность. Активность 33. Обновляем. Активность 33. То есть я ничего не потерял. Активность как была, так и есть. Уже хотя было две отмены подряд одного и того же адреса. Почему же у меня много отказов, да, ну и вам тоже наверняка многие заявки не нравятся. Либо она далеко, либо беспонтовая, как говорится, скорее всего будет цена, потому что Яндекс, такси, хоть она и говорит, что они оказывают информационные услуги, но они их оказывают некачественно. Они их оказывают, скажем так, у вас нету информации по цене поездки, сколько она будет стоить. У вас нет информации наличная оплата, либо безналичная оплата, да, и вы не можете сами выбирать, скажем так, заявки. Яндекс такси говорит, вот я тебе предлагаю, хочешь бери, хочешь не бери, если не берешь, тебе минус как бы активности, да, даже если ты едешь по пути, не завершил еще одну заявку, вам предлагают заявку, вы ее обязаны брать, иначе у вас будет активность минус там 4, да. Ну, ему не важно, как бы, выбирать заявку вы тоже не можете. Сегодня я сравнил два абсолютно разных, то есть такси, одну и ту же заявку на двух разных такси. Заявка была, вот такой вот был заказ. Заказ был переулок фабричный 25, Павла Морозова 89. Яндекс предлагал 210 рублей. Конечно, я, ну, я вот это вот повез, чтобы ее, то есть, ну, посмотрите, я цену изначально не знал, да. Здесь была фиолетовая зона, было плюс 100 к тарифу. Конечно, меня-то подкупило, и я взял эту заявку. Но сначала мне прилетела вот такая вот заявка, переулок фабричный, тоже 25, Павла Морозова, но повезет он. Ну, я взял все-таки по Яндексу, чтобы посмотреть, какая же будет цена. Здесь мне пришел, соответственно, отбой. В Везете комиссия у меня была бы 10%, это 27 рублей 50 копеек. А в Яндексе у меня комиссия получилась. Берем баланс, вот она, эта заявочка, да, комиссия Яндекс. У меня 32 рубля с меня снял Яндекс, да, и парк у меня снял 2 рубля. Парк у меня берет по 2 рубля комиссию за каждую заявку, неважно, какая она заявка. На 100 рублей, на 500 рублей, на 1000 рублей. Вот такой вот парк нашел. Это еще самый дешевый парк, да, 2 дня работал по другому парку, там комиссия была 5%. Итого у меня была комиссия, если бы работал по тому парку, ну, соответственно, до 42 рубля. Ну, и получается, как бы, да, посчитать можете все. В общем, лайфхак этот работает, отказываться можно, если вам не нравится, да. Я теперь буду кататься только по фиолетовым зонам, да, как говорится, если буду кататься. Сколько можно делать отмен? Я, в принципе, делал максимум 6 отмен, да, и все хорошо работалось, все хорошо срабатывалось, все было хорошо. Но сегодня я вот пока записал видео, там 2, 2 отмена сделал, потом нужно ехать было в сторону дома, там еще сделал, ну, где-то порядка, наверное, 7 или 8 отменов. 8, скорее всего. После 8 отмены меня заблокировали, но заблокировали на 20 минут. Если бы я делал просто отмены, соответственно, меня бы заблокировали на 6 часов, да. Соответственно, есть разница заблокироваться на 20 минут, либо заблокироваться на 6 часов. Лайфхак, еще раз повторю, рабочий, да, ну, по крайней мере, на 2 сентября 2019 года он работает. 5 отмен подряд 100% можно делать, даже 6, наверное, подряд можно делать, то есть вас никто не заблокировал. Потом прокатило две заявочки, и опять можно делать несколько отмен из-за этого интернета. В общем, если есть у вас какие-то лайфхаки, тоже пишите в комментариях, будем их тоже применять. Раньше я знаю, как делали, там, катили заявку, к примеру, ее не закрывали, ждали более-менее нормальную заявку, да, и, соответственно, брали, закрывали и везли другую. Но программно, теперь Яндекс.Такси, это все дело закрыл, получается, вам в любом случае придет минус к активности, а минус к активности, сами знаете, это как бы, ну, плохо вы будете заблокированы. А этот лайфхак пока работает. Ну, а как отменять дальние поездки, да, еще заработать деньги, я вам расскажу как-нибудь в следующий раз, когда у меня подвернется похожий случай, подвернется, да, ну, так делать тоже, наверное, не очень будет интересно, потому что денежки мне все равно пришли, была отмена, и деньги мне пришли. Ну, как бы, я думал, вы догадываетесь, почему и как это все произошло, да, я считаю, что это неправильно, но об этом поговорим в следующий раз. Всем спасибо за внимание, всем пока.